В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. О том, что это правда, тогда еще студент Александр Болотин узнал из правды. Первое, о чем подумалось, а все-таки наши, полетели в космос раньше американцев. Весь номер газеты за 13 апреля 1961 года посвящен Юрию Гагарину. Тогда советские журналисты говорили о беспримерной победе человека над силами природы. А сама газета теперь семейная реликвия. Дети козыряли всю свою школьную жизнь этим делом. Ну, потому что ни у кого нет, а у них есть. Ощущал, что это будет вечности, почему я газету и прихватил, и сохранил ее до сих пор. Сейчас уже все дети понимают, никто не выбросит. О том полете вспоминает и Надежда Крякина, бывший директор пятой школы, которой той же весной присвоили имя первого космонавта, в то время была учителем математики. Я вела урок в пятом классе, открывается дверь, заходит классный руководитель и говорит, ребята, в космос поведел наш человек. Такое было ликование, это как на День Победы. Просто вот можно было сравнить. Причем, кстати, день был исключительно теплый, солнечный. Небо было голубое-голубое, ни одного облачка не было. О космосе в школе, которая носила имя Гагарина, сегодня напоминают только стенгазеты. В старом здании хранился бюст героя Советского Союза, был музей. Куда все делось, неизвестно. Официальное учебное заведение уже не носит имя первого летчика-космонавта. Вспоминали об апреле 61-го и в других городах Преамурия. Помню, помню, очень хорошо помню. Я был на работе, мне супруга принесла обед и сообщила, что улетел Гагарин в космос, Юрий Алексеевич. Вот такое было. Было очень хорошее настроение, что мы в космосе. В Белогорске, например, горожане могли примерить перчатку настоящего космонавта Михаила Тюрина, выпускника одной из белогорских школ. Перчатку космонавт подарил жителям в прошлом году на юбилей города. И в память о событии полувековой давности жители соорудили своеобразную ракету. На воздушных шарах написали свои пожелания. Светлана Рожкова, Андрей Молев, Альфа Новости.